Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Как вы видите, это целый пул специалистов, это специалисты первичного контакта, терапевты, косметологи, дерматологи, хирурги, так и специалисты, которые должны этим непосредственно заниматься, включая онкологов, как хирургов-онкологов, так и медицинских онкологов, дерматонкологи, специалисты опухоли головы и шеи, пластические хирурги в том числе. То есть каждый, кто во что гораст, у кого какое оборудование есть, не стесняется его применять, но мы должны помнить, что все-таки современная диагностика и лечение зиждется на раннем выявлении, выполнении адекватных биопсий для адекватного стадирования. И обратите внимание, что у нас со стадированием в Российской Федерации. Больных второй стадии меланомы гораздо и несоизмеримо больше, чем в остальных стадиях. И это несопоставимые данные с более развитыми странами, так скажем. С чем же это может быть связано? Все-таки, если мы откроем принципы стадирования, мы можем поставить вторую стадию, в частности, только если мы выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов. Если эта процедура была не выполнена, то и поставить N0 мы не можем по данным лучевых методов визуализации. Таким образом, если у нас меланома толще 0,8 мм, и у нее есть изъявления, также такие отягощающие факторы, как высокий методический индекс, лимфоваскулярная инвазия, особенно в молодом возрасте. Это показания для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов в случае отсутствия макрометастазов. Пара слов о самой концепции методики. То есть существует определенный паттерн лимфатического оттока, когда один или несколько лимфоузлов увлекается метастатический процесс первыми. Именно изучение этих лимфоузлов позволит нам поставить стадию. Зачем это делать? И тут я, как всегда, привожу портрет отца-основателя этой методики по меланоме кожи, Дональд Мортон. И мы должны понимать, что это мощный прогностический критерий. Более того, мы можем улучшить меланому-специфическую выживаемость в группе с положительными лимфоузлами, назначив адъювантную терапию, которая сейчас существует. И более того, она есть в России и широко применяется. Пара слов о технике. Есть несколько этапов биопсии сигнальных лимфоузлов, которые включают в себя предоперационную лимфоцентографию, лимфокартирование интероперационное, само выделение и удаление лимфоузла. И, наверное, самый важный момент – это патоморфологическое исследование материала. Если мы говорим о предоперационном этапе лимфоцентографии, то мы должны помнить, что паттерны для меланомы кожи, для новообразования кожи на туловище и конечностях, особенно для головы и шеи, они очень специфичны. Они зависят, во-первых, от локализации самой опухоли, но и от тех процессов, которые проходят у пациента от сопутствующих заболеваний, от состояния венозной системы и лимфатической системы. И у нас есть масса работ, которая, начиная от работ СОПЕ, в настоящее время дополняемая, в том числе и последними данными наших японских коллег, позволяет планировать данную процедуру, особенно если мы выполняем, естественно, исследование в гамма-камере. Интероперационное лимфокартрирование, естественно, у нас есть несколько вариантов его выполнения, и применение нано-коллоидов можно сочетать и с различными красителями, и применение ICG-технологий. Так или иначе, это позволит нам выделить группу лимфоузлов первичного контакта и исследовать их на наличие метастазов. Важно учесть, что здесь размер лимфоузла или градиент накопления нано-коллоида не имеет большого значения. Важно точно определить непосредственно сигнальные лимфоузлы, их маркировать и удалить. Можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно? Есть ряд исследований, которые довольно четко отвечают на этот вопрос. Ее можно выполнять отсроченно и нужно выполнять отсроченно, потому что это позволяет даже спустя сроки до трех месяцев и выше поставить третью стадию и начать адювантное лечение. Выполнять ли тотальную лимфодисекцию после положительной биопсии сигнальных лимфоузлов, то есть если мы обнаружим микрометастаз? Вопрос также был закрыт после опубликования исследований МСЛТ-2. В той группе, в которой выполнили завершающую лимфодисекцию при положительном лимфоузле, не было достигнуто улучшение показателей меланомоспецифической выживаемости по сравнению с той группой, в которой были также положительные лимфоузлы, но была проведена адювантная терапия. Поэтому выполнение лимфодисекции позволяет лишь улучшить показатели локального контроля по большому счету. Поэтому мы не рекомендуем выполнять, и нет в рекомендациях в настоящее время тотальной диссекции после положительного лимфоузла сигнального. И важно все-таки не путать сигнальные лимфоузлы с клинически выявляемыми лимфоузлами. Когда у нас речь идет о клинических макрометастазах, то, конечно, показано выполнение лимфодисекции. Надо помнить, что эта процедура является операторозависимой. Если мы откроем ранние работы Мортона и его команды, то обнаружим, что с течением времени и в соответствии с опытом его команды повышалась и чувствительность методики. И, соответственно, проверить чувствительность метода и качество выполняемой процедуры можно только дополнив ее лимфодисекции. Естественно, мы этого сейчас делать не будем. Мы также контролируем и наши данные. И после выхода на плато обучения с июля 2018 года по апрель 2020 года мы собрали наши данные. Получилось 145 пациентов. Мы исключили тех пациентов, которым проводили биописисигнальных лимфоузлов и при плоскокеечном раке, и при карциноме Меркеля. И данные представлены на слайде. Чаще всего это было туловище биописисигнальных лимфоузлов головы и шеи занимаются у нас замер Ахмедовна. И обратим внимание, что большинство опухолей первичных было без изъязвления. И это радует, что хотя бы не только махровые меланомы к нам попадают уже на биописисигнальных лимфоузлов, это ранние меланомы. Обратите внимание, какое количество довольно тонких меланом также подвергалось биописисигнальных лимфоузлов с соответствующими показаниями. Большинство из этих биопсий выполнялось отсроченно уже после выполнения первичного сечения по месту жительства. И в 10% случаев мы выявляли микрометастаз. Что нас обрадовало по данным анализа нашей работы? То, что у нас не было случаев уже после контрольных наблюдений, обзвонов пациентов, локального прогрессирования. То есть метастазов в той же группе лимфоузлов, в которой мы выполняли биописию, не было. То, что все пациенты, которым мы поставили микрометастатические изменения и стадировали меланому, получали адъювантную терапию. Как по месту жительства, так и в других федеральных центрах. И довольно большое количество пациентов из регионов к нам прибывает по телемедицине. Таким образом, нет большой проблемы даже в географии, если пациенту показана эта процедура. И я вернусь к первому слайду все-таки. Что мешает широкому применению в России этой методике при меланоме? Ответ, наверное, довольно сложный. Но здесь, прежде всего, идеологический аспект. Если сами врачи не настроены выполнять это исследование, то оно и не будет выполняться. Можно сколько угодно ссылаться на материальное обеспечение. Но есть ряд центров, которые выполняют эту процедуру грамотно и на потоке. И ничто не мешает отправить в эти центры пациентов для выполнения данной процедуры. В дальнейшем для проведения эффективной адъювантной терапии. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...